Уголовные ответственности за налоговые преступления Вы заметили, что есть, я уже сказал, субсидиарная ответственность и взыскание убытков в виде, так сказать, неуплаченных налогов с конкретного руководителя. Так вот, расскажу вам об этом парадоксе и о тех злоупотреблениях. Ну, к сожалению, я не знаю, почему это происходит. Ну, наверное, ретивые, так сказать, сотрудники налоговых органов, получается, хотят, так сказать, с одного раза, с одного, так сказать, правонарушения или уголовного преступления, ну, так сказать, взыскать двойную сумму налогов. Так вот, как развивались здесь события. Так, суд общей юрисдикции вынес приговор, в рамках этого приговора рассмотрел, так сказать, гражданский иск, который заявил прокурор, и, в общем-то, взыскали с руководителя предприятия 53 миллиона рублей в виде убытков, которые он причинил государству. Ну, все, вроде бы, как бы, на этом можно было бы поставить точку и успокоиться, но нет. Дальше налоговый орган инициировал процедуру, связанную с банкротством той компании, в которой работал вот этот вот подсудимый, и в рамках банкротных процедур еще раз привлекает этого руководителя к субсидиарной ответственности еще раз на 53 миллиона. То есть, в рамках уголовного судопроизводства он уже 53 миллиона был должен, да, в виде убытков, которые он причинил государству, да, и в рамках банкротного дела его также привлекают к субсидиарной ответственности на сумму около 53 миллионов рублей. Ну, парадокс, да, скажете, но нет, не парадокс. Арбитражный суд первой инстанции города Москвы, да, поддерживает налоговый орган и привлекает гражданина к субсидиарке на 53 миллиона рублей. Ну, и затем второй суд второй инстанции, девятый апелляционный суд, также привлекают, оставляют в силе решение арбитражного суда первой инстанции. Ну, то есть, получается парадокс. Убытки, которые причинены в виде неуплаченных налогов, уже взысканы с гражданина, да, в рамках уголовного судопроизводства. И еще в рамках субсидиарки он еще получает 53 миллиона рублей. И какие бы мы доводы, да, не приводили в арбитражном суде, да, говорили, что, ну, один и тот же субъект у нас, да, одно и то же деяние, одни и те же обстоятельства, когда привлекали лицо на 53 миллиона рублей за причиненные убытки государству. Ну, и как мы можем еще раз привлекать его к субсидиарной ответственности, это же лицо, за, по итогам этой же выездной налоговой проверки, да, к субсидиарной ответственности. Но суды почему-то нас вот не услышали, и налоговый орган, так сказать, логику, так сказать, ну, никакую даже не захотел, так сказать, воспринимать и наши доводы, да. В результате эту ситуацию разрешил Верховный суд Российской Федерации, который сказал, что нельзя дважды взыскивать одну и ту же сумму. Ну, в общем-то, получается, если вы бы просто прочитали, да, вот это вот определение Верховного суда Российской Федерации, вы бы сказали, ну, конечно же, мистер Очевидность, нельзя взыскивать дважды одну и ту же сумму. И в рамках уголовного судопроизводства, в рамках арбитражного процесса, да, банкротного дела, но нельзя, и это очевидно. Ну, это очевидно, да, для нас, для обычных людей, для адвокатов, для того же самого подсудимого, с которого уже взыскали эти 53 миллиона. Но это не очевидно оказалось для налоговиков, которые пришли и почему-то просили еще раз 53 миллиона, то есть, ну, двойную сумму взыскания. Это что такое, наказание или что? Ну, очень хорошо, Верховный суд разобрался, вот, так сказать, справедливость восторжествовала. Поэтому будьте внимательны, внимательны, не так это безобидно, да, не пускайте ничего на самотек, не полагайтесь на то, что здесь и так все очевидно. Вот как в том примере, который я вам привел выше, все вроде бы было и очевидно, а на самом деле оказалось не так просто. И человек фактически получил, в общем-то, двойную сумму взыскания. На этом у меня все, всем удачи и пока. С вами был бизнес-адвокат Павел Тылик.